Сегодня я в гостях у бетломанов «Сея Руси» Коли Васина, Санкт-Петербург. И сегодня он поделится своими воспоминаниями о великом событии в его жизни. И России. И России, конечно. Да, господа, было дело. Это был не очень далекий, но все-таки еще тот лохматый моп-топ год, когда Битлз еще были вместе. Это был 70-й год. Джон Лену стукнуло 30 лет. И я послал ему телеграмму, я смело, я бы сказал, даже храбро. Я поехал на главпочту и отправил Джону Лену в Лондон на Apple Records. Телеграмму поздравительную. И попросил его прислать мне пластинку с автографом. Последнюю при том. Please, John, пришли мне Last Record with Autograph. И он прислал. Это было, конечно, сенсацией. До сих пор ко мне со всей страны, уже прошло 50 лет. И со всей страны ко мне приезжают люди. И постоянно я слышу один и тот же вопрос. Коля, как и тебя не вызывали в большой дом? Я всем отвечаю. Да, ребята, я еще жив. Спасибо, спасибо, спасибо. И вот это было 5 октября 70-го года. Я поехал на главпочту, как я уже изволил заметить. И сунул в окошечко международные телеграммы заранее написанный текст телеграммы Джона Лену. Моему любимому Джонику, моему гуру, музыканту и пришельцу. И тетка, которая сидела в этом окошечке, взяла у меня эту телеграмму, посмотрела на меня внимательно, ни слова не сказала. Посчитала, я заплатил 5 рублей 45 копеек. Это было, повторяю, 5 октября. Я специально поехал пораньше. Какой год? На 4 дня. 70-й год. Джона стукнула 30 лет. Почти стукнула. Уже через 4 дня ему было бы 30. И отправил эту телеграмму и стал трепетно ждать ответа. Не просто ждать ответа, а с каким-то оконемелым чувством внутри. И вот через 2 месяца я получил ответ. Джон Лену прислал мне вот эту пластинку. Вот эта пластинка была в том году на выставке в Санкт-Петербурге на перейдных рядах на Неском. И русский поп-народ имел честь лицезреть ее. Это пластинка Life Piece in Toronto 1969, которая вышла в 1969 году. Но вот в 70-м Джон еще не вышел последний диск Джона Мада, который мы все знаем, как Джон Ленн, Пластивона Бен. А была бы только эта пластинка. Поэтому Джон прислал мне вот этот диск с автографом. И если присмотреться, то можно заметить два автографа. Один на внешнем конверте пластинки, второй на внутреннем конверте. И моя маленькая фоточка скромненькая рядом с этим великим диском. Я в своей комнате держу уже в руках эту пластинку, пришедшую с почты. Просто так, с обычной такой почты. Ну а твои чувства были, когда... Я просто фонарел. Я как открыл рот. Я как бы взял пластинку, только взял пластинку в руку и все. Я замер, как статуя. Я, наверное, минут 10 или 11. Я стоял без движения. Я просто перестал соображать. Я не верил своим глазам, я не верил своим рукам. Я не верил своим чувствам. Для меня это было сенсацией номер один в мире. И до сих пор это так и осталось. До сих пор я считаю это маленьким чудом моей жизни. И все мои друзья присоединяются ко мне. Все восхищаются до сих пор. И я говорю, что все эти 50 лет 70-го года до последнего времени ко мне постоянно, раз там в месяц железно, приходит кто-нибудь из Владивостока или из какого-нибудь Багадана и спрашивает. «Коля, как же ты жив остался? Правда ли, что Джон прислал тебе пластинку? Покажи!» «Да вот, ребята, уже полгода стоит на полу. Некуда повесить. Информация море. Мне нужен храм, чтобы показать все, что у меня есть». Девятиэтажный храм общим ростом 90 метров. Только такой храм сможет вместить мою коллекцию. А здесь у меня все в два, в три, в четыре ряда лежит, висит и прячется по углам. Получается, что ты был первым, наверное, единственным человеком, который переписывался с Джоном Ленном, получается, да? Да, да. Больше не было прецедентов. Не было никаких? Больше не было прецедентов. А вот были попытки отобрать там захват? Не было, да? Нет, один раз в милиции. А, была, была. Ладно, слушай, ты вспомнил этот момент. После того, как эта пластинка появилась у меня, примерно через полгода я затеял подпольное дело. Я как бы устроил подпольный клуб. Музыкантский, фанский и концертный. Это было в начале 71-го года. И мы начали устраивать концерты. И нас прихватили. Нас прихватили. Ко мне должны были приехать менты, но я каким-то чудом узнал, что ко мне едут менты, и я схватил эту пластинку, вот именно эту. Надо же, надо же. И убежал из дома. Я успел убежать, потому что через 5 минут они уже приехали и сделали обыск в моей комнате. Если бы они ее нашли, они могли ее отобрать. И я бы ее потерял. Может быть, навсегда. Но я убежал в лес. Я жил на окраине Петербурга, на Ржавке. Я убежал в лес с этой пластинкой. Потом сел на такси, поехал на Суворовский. На Суворовском у меня жил доверенный приятель. Я к нему приехал и напугал его. Говорю, у меня прихват. У меня менты сейчас. Я тебе оставляю эту пластинку. Береги ее, пока суть додела. И сам поехал домой. Я не пошел домой. Было уже 11 вечера. Я не пошел домой сразу. А я из-за угла, уже в темноте, из-за угла соседнего дома стал смотреть на свое окно. Я видел, как менты обыскивали мою комнату и двигались перед окном. Влево-вправо. В белых рубашках с галстуками. Я вернулся домой только в 2 часа ночи, когда менты уже уехали. Вот так было в тот день, когда я прятал эту пластинку от ментов. Да. Была история. Я помню, вхожу в 2 часа. Я тёчка на сыпочках. У меня ключ там щелкнул в двери на лестнице. Я на сыпочках вхожу, в темноте иду. Что ты думаешь? Передо мной стоит мать. В полный рост. Я чуть в нее не врезался. В полумраке стоит, смотрит на меня и спрашивает. Ну и что? Ну и как? Я что-то буркнул и в свою комнату прошел. Сел в кресло. Помню, она взошла. Задала мне парочку ещё беспысленных вопросов и ушла спать. И я заводился спать. А на следующий день я пошел на работу. Я работал оформителем. В километре от дома была какая-то полудохлая контора. Типа заводика какого-то. Я там работал, стенгазеты делал. И я пришел туда. И часов в 11 утра меня забрали. Приехали за мной из Большого дома. Надо же. И отвезли на допрос. Потому что... На Литейный? На Литейный, да. Потому что они искали деньги нашего клуба. Я же тебе говорю, что я организовал подпольное концертное предприятие. С музыкантами, с фанами. И мы устраивали потихонечку концерты. Неофициально. Конечно, андеграун. Это был андеграун натуральный, питерский. И они нас прихватили круто. И я чуть не потерял мою пластинку. Ну вот. Бог её хранил. И до сих пор она радует меня. Это как талисман, да? Вечный талисман в жизни. Этот талисман – это мой, как бы, ну, что ли, ну, такой путь. Посыл был, да. Да, путь, указывающий в сторону движения. Это как бы послание Джона. Джон как бы сказал мне, ну, ну, давай, не бздит, прорвёмся. Не бойся. Я типа того, что с тобой я тебя люблю. И я ответил Джону, да, Джоник, я тебя люблю, как брата. Мы с тобой навеки вместе. Ближе к Джону мне ничего нет. Только вот мама, папа. И то я Джоника считаю своим духовным папой. А мой нормальный папа, он всё-таки не так меня по***ть грел, как Джон. Ну, тем не менее, хотя мой натуральный папа был офицером, служил совку, стрелял из пушек, артиллеристом был, подполковником. Ну, тем не менее, когда он вышел на пенсию, он зашёл ко мне в комнату и говорит, «Калюня, вот деньги, купи мне магнитофон, запиши Битл». Ему было уже лет шестьдесят. И он начал слушать Битл в своей комнате, представляешь? Такой был, детка, супер. Но это уже было поздновато немножко. Это было уже, вот, он как бы сломался, он как бы перешёл на мою сторону в конце семидесятых. А Джон был со мной всегда, с шестьдесят четыртого года я услышал голос и имя Джона, и я полюбил его на всю жизнь. А ты рассказывал, как это случилось? Тоже на Ржевке ты услышал первый раз Битл? На Ржевке по радио ВВС я услышал Битл. Это был великий момент в моей жизни. Мальчишка из соседнего дома притащила приёмник, магнитофон с катушками. И мы записали Битлов, и он мне оставил эту запись в катушке, вот эту музыкальную программу Битлов с шумами, с глушителем. Совки же уже в то время глушили. На Битлов постоянно наезжала волна острашенных звуков типа мотора. «Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум» И шла всю е-е-е-е Шла «Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум» Вот так мы слушали Битланов на 16-м году А в 16-м году я уже открыл Вот в этом же доме, где я услышал Битлф Я открыл свой домашний Битлз-клуб И ко мне пошел народ толпами Сразу была протоптана народная толпа И я сразу стал как бы лидером битлз движения петербурге какой год это был это был шестидесятый год вот когда получается 50 лет уже до 50 лет когда я слушал револьвер тогда я вообще всем понял до конца мне все стало ясно меня открылся весь мир не открылся господь бог не стало понятно как в каком при каком режиме я живу этот дурацкий совок перестал как бы в моей жизни играть какую-то роль я стал дропаут я выпал я жил только черным рынком не было своя огромная компания тысячи людей знали меня все шли ко мне в гости все тащили в одной руке какую-нибудь фотографию битлов вырезку они в другой руке бутылка вина и мы так праздновали жизнь начиная шестидесятого года и вплоть до последнего времени мы так и живем и другого ничего лучшего я не могу придумать до сих пор